Всем привет, меня зовут Вестл. Ну вот и вышла предпоследняя, седьмая серия второго сезона пацанов. И несмотря на то, что в прошлых разборах я предсказал один из главных сюжетных поворотов, она смогла меня удивить. Поэтому нам с вами все еще есть что обсудить. Сегодня я разберу основные моменты седьмого эпизода. Проанализирую трейлер восьмого и примерно прикину, что же нас будет ждать в финале второго сезона. И да, в данном ролике будет спятан стимовский ключ на рандомную игру, так что успею его найти и активировать первым. Первый момент, который хочу обсудить, это конечно Хоумлендер и его сын. Как я и предсказывал в прошлых разборах, он вместе с Грозой забрал его себе и куда-то улетел. Ну а судя по трейлеру восьмой серии, жена Бутчера действительно пришла в убежище пацанов и обратилась к нему за помощью. Понятное дело, что на этом и будет основана финальная драка. Эта сюжетная линия хороша тем, что заставляет о многом задуматься. Бывший глава Войт рассказал Бутчеру, что Хоумлендер изначально был добрым и хорошим ребенком. И именно он его сделал таким, какой он есть сейчас. И теперь Хоумлендер не хочет, чтобы Райан пережил то же самое и забирает его себе. И знаете, на самом деле в чем-то он прав. Ребенок живет в изоляции, не использует свои суперсилы, ни с кем не общается, кроме мамы, не знает ничего про современную поп-культуру и так далее. То есть из него, в точности как и из Хоумлендера, стараются слепить определенного человека. Хотя на самом деле он может этого и не хочет, просто не знает ничего другого. Поэтому абсолютно логично, что ребенок разозлился на свою маму и улетел вместе с отцом. Кстати, не факт, что Райан ее простит. Возможно, ему станет ближе Хоумлендер. Ведь вместе с ним столько искушений, возможностей и интересных событий в реальном мире. И к тому же нет забот и режима как раньше. Далее обсудим общую обстановку. Во-первых, Звездочка больше не в семерке. Хоумлендеры Гроза официально объявили ее предательницей. И старались на митинге сделать из нее общего врага. Агитируя людей принимать препарат Ви. Типа, чтобы они стали супергероями и боролись с такими, как Звездочка. Однако на самом деле, они хотят сделать армию суперлюдей, чтобы владеть всем миром. Но что же может значить концовка серии? Где почти у всех людей на слушании по делу препарата Ви разлетаются головы? У меня имеется две теории. Это может быть Сэнди, которая в прошлой серии вырвалась на свободу. Либо эта текущая глава Войт взрывает чипы, чтобы не просочилась правда про компанию. Репутация которой и так уже сильно пошатнулась. А такой ход может заставить людей поверить, что миру нужны герои для обеспечения безопасности. Единственное, что могу сейчас сказать, это то, что Бутчеру вся эта ситуация очень не понравилась. Видно, что он готов мстить максимально жестко. Кстати, спасибо всем, кто смотрит мои ролики с подпиской. Вы максимально крутые и пепсикольные. Если же вы не подписаны, давайте с вашей помощью добьемся хотя бы 25%. У вас большая сила и большая ответственность за продвижение нашего канала. А ведь нужно всего лишь подписаться и поставить лайк. Также в этой серии частично раскрывается его прошлое. После разговора с отцом выясняется, что его брат Ленни покончил с собой из-за того, что Бутчер их бросил. Видно, что Билли сильно переживает по этому поводу. Именно поэтому он держится на дистанции от Хьюи, ибо тот напоминает ему брата. Также не зря была сделана аналогия между Хьюи и Фонарщиком, который в этой серии тоже решил свести с собой счеты. Так что опасения Бутчера теперь довольно хорошо оправданы. Однако Хьюи наоборот хочет дальше сражаться и идет до конца. Также не могу не упомянуть частичное раскрытие личности Черного Нуара. Мэйв помогает звездочке его победить, ибо все в ее жизни пошло под откос из-за Хоумлендера. И когда она немного сняла маску с Нуара, можно заметить, что это очевидно не клон Хоумлендера, как это было в комиксах. Это темнокожий мужчина с поврежденной кожей. В начале сезона мы видели, как ему обожгли лицо. Я прочитал теорию в интернете, что это глава Войт. Но это не так, ведь у него лицо абсолютно целое. Возможно, это все же клон Хоумлендера, который обладает теми же способностями, но имеет совершенно другую внешность. Ну а Мэйв не захотела идти к пацанам, когда звездочка ее пригласила. Мне кажется, она либо решила сама со всем разобраться, либо начать новую жизнь и сбежать от проблем. Скорее всего первое. Я думаю, она резко появится в финальной битве и поможет пацанам победить Грозу. Ведь Хоумлендера убивать в этом сезоне смысла нет, а вот Грозу в принципе можно. Ну и последнее, что мы сегодня обсудим, это отношения Кимика и Французика. Она теперь ему доверяет и обучает своему языку. Возможно, в финале они уже более-менее начнут сближаться. Что в итоге можно сказать? Нас явно ждет огромная битва пацанов и суперов, в ходе которой, на мой взгляд, должна умереть Гроза. Тем более, мне кажется, у нее все-таки есть какой-то определенный план. И его детали мы наконец-то узнаем в следующей серии. Возможно, как раз сын Хоумлендера ей и нужен. Ведь это первый человек, который родился уже имея суперспособности. А поскольку она продолжает эксперимент своего мужа, Райан является очень ценным объектом исследования. Также безумно интересно, как с ним поступят сценаристы. Вернется ли он к маме или же встанет на путь отца? Ну и конечно, должна раскрыться тайна о том, кто же устроил фейерверк из голов в финале этой серии. Вообще, зная этот сериал, все может закрутиться совершенно иначе. Лично мне понравился этот эпизод и я очень жду финала, чтобы наконец-то узнать, чем же все закончится. Ну а на сегодня у меня все. Если вам понравился ролик, не забудьте поддержать канал, лайком и подпиской, ведь у нас цель 10 тысяч подписчиков и мы потихоньку приближаемся к ней. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok